Мы вместе. Сегодня у нас будет замечательная встреча с двумя моими обаятельными и замечательными девушками. Одна из города Новограда-Волынского, а другая из Мальты. Кто меня не знает, меня зовут Оксана Верещага. Я партнер круизного клуба InCruisys. Работаю полтора года в нашем клубе. Я являюсь маркетинг-директором и у меня есть круиз, в котором я была в декабре месяце по Персидскому заливу из Дубая. И сегодня мы познакомимся с моей командой каждый день в 12 часов дня по Киеву. Мы встречаемся в этой комнате, чтобы познакомиться со всеми членами нашей команды. И каждый день два члена моей команды выходят в прямой эфир для того, чтобы мы могли познакомиться. Танечка, ты перевернута. Переверни, пожалуйста, телефон. О, вот так хорошо. Браво. Тебя слышно? Мне слышно, да. Отлично слышно, да, да. Ты замечательно выглядишь. Я очень рада тебя видеть. У нас сегодня будет замечательная встреча, потому что мы знакомимся, чтобы каждый, кто с нами знает нас или не знает, познакомились. И мы таким образом приглашаем свою команду. И у нас есть очень хороший опыт, у нас есть знания по нашему бизнесу, по нашим круизам, по всем перспективам, по всем преимуществам, которые у нас есть в нашем клубе. И я хочу, Танечка, тебя поприветствовать, что ты сегодня вышла в прямой эфир. У тебя, по-моему, сегодня первый раз или второй? Какой раз ты сегодня? Второй. Второй. Вот так мы осваиваем просторы интернета, то есть пока у нас проходят какие-то ограничения в передвижении, мы сейчас полностью ушли в интернет и знакомимся через интернет. И это огромное преимущество, правда? Да, да. Танюш, я помню, когда мы с тобой начинали, это было буквально несколько месяцев назад, когда я тебе дала информацию, и ты сказала, вау, мы с мужем хотим путешествовать, как здорово. Мне так все нравится. Скажи, пожалуйста, вот расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься и почему ты пришла в Инкрузис? Хорошо, спасибо. Ну, меня зовут Татьяна Кулинская, я из города Новгород-Волынский. У меня четверо детей, у меня большая семья. И впервые я услышала про компанию Инкрузис от тебя. В принципе, раньше я много видела видео, и мне дети показывали, и муж, смотри, мам, какие красивые лайнеры, какой отдых, как все красиво, шикарно. Мы смотрели, да, супер, классно, но это не для нас. Да, но не для нас. Мы понимали, что там только могут отдыхать люди, которые имеют достаток. Как всегда, хватает денег или хватает денег на определенные какие-то вещи, на какие-то то, что надо для жизни. И вот когда ты предложила впервые компанию Инкрузис, показала, что вот, смотрите, сначала ты вообще сбросила море, а море я обожала. Я вообще, когда я впервые приехала на море и увидела вода и небо, и оно так, нет, там бескрайность, да, нет, ничего там не видно берега. Я впервые вообще была так рада, что я когда-то приехала на море. Когда ты мне сбрасывала в море, потом возможности, какие-то там лайнеры плавают, и ты сказала, вот, есть возможность путешествовать, да. И у меня семья любит путешествовать. Мы все такие, как у меня муж говорил, как бродяги любят путешествовать. Муж вообще обожает. И оказывается, для того, чтобы поехать путешествовать, конечно, нам всегда надо деньги. Здесь есть возможность зарабатывать. И когда мы узнали об этом, что это такой шанс увидеть нам мир, не просто мне с мужем, а я говорю, у меня семья большая, я очень люблю свою семью. И мы увидели, что здесь есть возможность нам вместе с семьей поехать туда, куда мы мечтали, туда, куда мы раньше думали, это несбыточно. Я благодарю Господу за то, что когда ты дала возможность видеть реальность, изменить свою жизнь. Я помню, как ты впервые приглашала и говорила, Тань, ты любишь путешествовать? Люблю. Тебе нужны деньги? Конечно, нужны. Но кто не любит, кто не любит путешествовать, еще зарабатывать. И мы рассмотрели вот эту возможность. Это стало для меня и для моей семьи целью, к чему нужно стремиться. Я думаю, что сейчас в будущем с моей семьей... Здесь есть возможность зарабатывать. Здесь есть возможность изменить настолько свою жизнь, чтобы твои дети и твои внуки не жили так, как ты живешь. Почему я пришла сюда? Мой муж всю жизнь, а мы уже живем, скоро будет 30 лет, ну, через два года, и постоянно так получается, что поиски заработать деньги. И постоянно мне приходится было самой воспитывать детей. У меня взрослому сыну 27 лет, а еще есть маленький сын, которому будет... Желание моего меньшего сына, чтобы папа был рядом, такое большое, что это даже не передать. Для моего младшего сына, в принципе, как и для всех детей, семья это святое, это очень важно. И для нас вот это единство очень важно. И когда сейчас вот мужу уже тоже 35 и не 40, я хочу быть вместе с ним. Я не хочу, чтобы он ездил на заработки. Я хочу, чтобы мы вместе занимались любимым делом. Я говорю любимым делом. Потому что заниматься тем, что ты получаешь деньги, это настолько классно. То есть заниматься путешествием. Представляете? Это же действительно, это рай на земле. Когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Мои дети, они мечтают о круизе. Мои дети, они морально поддерживают. И моральная поддержка это очень. И я знаю, что бы, как бы ни было, и обязательно, не только я, а моя семья, мы сделаем это. Я благодарна, Оксаночка, тебе, что ты дала возможность. Открыла мне глаза на эту возможность. Поэтому я хочу сказать, каждый, кто сейчас меня смотрит, кто будет слушать меня, разберитесь, что вы хотите в своей жизни. Вы хотите всю жизнь ездить и зарабатывать деньги, которые приехали, потратили. И опять думаете, где их взять. Это шанс, возможность иметь деньги, наслаждаться тем, чем ты занимаешься, и увидеть место. Танечка, у меня пропадает немножко звук. Друзья, кто у нас сегодня с нами? Подскажите, пожалуйста, хорошо ли слышно, Таню? Потому что я периодически, у меня пропадает. Как слышно вам? Напишите, пожалуйста, хорошо ли слышно, Таню? Танюш, ты знаешь, ты так проникновенно рассказываешь свою историю, твои причины, почему ты так вдохновлённо говоришь о том, как ваша семья мечтает поехать в путешествие. Ты знаешь, я… Плохой звук, да? Плохо слышно. А сейчас, потому что вроде бы как бы наладился, нет, не знаю. Ты знаешь, я буду счастлива в тот момент, когда вы съездите… Уже хорошо. Я буду счастлива в тот момент, когда вы съездите свой первый круиз, приедете счастливые, наполненные. Я понимаю, что для вашей семьи это будет много радости, много для детей радости, много семейного счастья будет. Семья будет объединённая и наполненная, и вы увидите многие и разные страны, разные города. Да, и кроме этого наш клуб даёт возможность ещё других сделать счастливее. И когда мы делаем счастливыми других, мы ещё и получаем за свою такую… Нельзя сказать работу, хотя компания называет это работа, да, что мы рассказываем другим людям о том, что можно и быть членами клуба, что можно путешествовать, что можно осуществлять свои мечты в путешествиях, что можно улучшить здесь финансовое положение. И ты сказала один из моментов, что да, нужны деньги, и в принципе на жизнь нужны деньги, и в принципе чем-то заниматься, на какую-то работу надо ходить. Но здесь есть возможность создать свой бизнес, осчастливливать других людей и помогая другим помогать себе. Я знаю, какая ты… Знаешь, вот ты очень положительная, ты очень позитивная, ты настолько настроена на благополучие своей семьи, и ты настолько всем стараешься рассказать, что ваши семьи тоже с возможностью инкрузис могут изменить своё финансовое положение, своё будущее. Вот скажи, пожалуйста, что для тебя с финансовой точки зрения инкрузис? Это создание бизнеса, это создание дополнительного дохода. Ты сказала, что ты хочешь, чтобы муж был вместе, чтобы он больше не ездил на заработки, чтобы у вас… Я так правильно поняла, да? Чтобы был совместный бизнес, чтобы вы занимались вместе одним делом. Плюс у вас же дети присоединились, абсолютно все дети поддерживают тебя. Это такое счастье, это такой огромный позитив, что я тебе просто как женщина женщине говорю, что это круто. Да, я хочу сказать, что для меня инкрузис – это не дополнительный такой. Нет. Я рассматриваю компанию инкрузис как бизнес. Бизнес – возможность, которая даёт возможность изменить, как я сегодня говорила, не только мою жизнь. Это бизнес, который даёт возможность изменить жизнь моих детей и моих внуков. Чтобы однажды мои внуки сказали, даже если я не буду уже жива, чтобы мои внуки сказали, спасибо бабушке Тане, которая когда-то сделала такой шаг и выбрала компанию инкрузис, которая даёт возможность изменить наше финансовое дерево. Как говорят, финансовое дерево, да? Историю своего рода. Историю своего рода, да, да, да. Да, да. И я очень, я очень хочу поделиться с каждым человеком, который вот действительно нуждается финансово, ищет финансовую возможность. Но, к сожалению, я вижу, что многие люди, они ищут, или из-за непонимания они рассматривают дополнительный заработок. Дополнительный заработок, это ты сегодня имеешь, завтра нет. Наш бизнес, компания инкрузис, она даёт возможность на года, на времена иметь хорошую финансовую стабильность. И это очень важно. Для того, чтобы не были раздельные семьи. Потому что сколько семьи разбивается из-за того, чтобы уехал кто-то на заработки. Да, я как женщина, я так нуждаюсь в мужском плече. Мои дети, они так нуждаются в папе. И моему сыну 27, дочери 21, они нуждаются в отце. И пусть даже у меня уже есть внук, но мой сын, он нуждается в слове тёплом, в поддержке, просто чтобы отец был рядом и сказал, сынок, у тебя всё хорошо получится. Не где-то там далеко, понимаете, а рядом. Это очень важно. Пусть даже мы в разных городах, но всё равно, когда ты находишься, как говорят, на Украине, всё равно как-то это, ну ты рядом. И для нас вот это очень важно. Вы знаете, когда люди ходят на работу, вот дочь моя заканчивает университет. Естественно, она тоже живёт, компания Incruises, она стремится и хочет, и здесь она будет. И это для меня большая радость, что моя семья поддерживает. Я просто в восхищении от этого. Для меня это крылья сзади, понимаете. И моя дочь вот просто посмотрела, заканчивая она университет, предлагает, например, возможность работать, говорит, мама, всего лишь 20 дней отпуска в году. Вы посчитали, 345 дней куда-то, кому-то, на кого-то работать. И всего лишь 20 дней куда-то поехать. Она говорит, мама, я так не хочу. Мам, я так не хочу, не буду так работать. Поэтому, дорогие мои, это есть возможность. 365 дней посвятить любимому делу и любимой семье, своим родным, близким, друзьям. Это суперклассно. Это здорово. И наши члены клуба, они же путешествуют по 2, 3, 4 раза в год. Это совсем другое. Это когда ты 3 месяца поработал и поехал на недельку отдохнул. Так живут вообще-то миллионеры. Я считала о том, что так живут миллионеры. Да, а разве мы не миллионеры? Да, да, а мы миллионеры. Вы знаете, почему мы миллионеры? Потому что нам дана такая возможность. Действительно, нам Бог, как-то Юлечка частого сказала, что нам Бог даёт такой шанс. И этот шанс может быть 1 раз в 100 лет. Кто его использует, тот действительно будет благословен. Это я говорю. Я не прошла мимо этой возможности. И я благодарна судьбе, что она послала мне тебя. А ты мне дала вот эту возможность разобраться. Спасибо, Оксана. Спасибо, Танечка. Спасибо тебе за нашу встречу. У нас ещё будет много эфиров, на которых мы будем разбирать разные темы. Я думаю, что одной из первых тем мы в будущем разберём преимущества, которые ты видишь в этом бизнесе. И у нас много интересных ещё будет в прямых эфирах тем. Спасибо тебе сегодня за встречу, за то, что ты поделилась с нами своим сокровенным, что для тебя есть наш инкрузис. И я тебе желаю, чтобы ты как можно быстрее осуществила все свои мечты. Спасибо большое. Спасибо за мою команду. Я вас обожаю. Оксаночка, спасибо тебе как лидер, как спонсор мой, вообще как классный человек. Я люблю тебя. Спасибо, Танечка. Тебя пришло на добром слове. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Я очень рада. Я с открытым сердцем. Мне очень хочется, чтобы все семьи жили хорошо, чтобы везде было благополучие. И поэтому просто прикладываю. Инкрузис – это инструмент. Инструмент к осуществлению наших желаний иметь. Это очень хороший инструмент. И, конечно, он поможет очень многим семьям, кто сегодня рассмотрит и увидит. Рассмотрит и увидит эти возможности. И с кем, кого мы импонируем, те, кто нам присоединятся. И если вам импонирует Танечка, пишите ей в ее Инстаграм, добавляйтесь в ее команду, и вы будете иметь очень хорошего наставника, подругу, которая поможет вам поделиться с вами секретами, расскажет, ответит на все вопросы. И вы сможете вместе двигаться к осуществлению всех ваших целей, всех ваших мечт. Танюш, тебе хорошего дня. Спасибо за эфир и до следующей встречи. Пока. Спасибо. Пока. Вот такие замечательные члены команды у нас. И самое интересное, что каждый пришел, потому что что-то хочет улучшить в своей жизни, что-то хочет найти, возможно, то, на что можно будет опереться в будущем и помочь в этом своим детям, чтобы семья в благополучии была, себя реализовывать, свое время вкладывать во что-то полезное, то, что даст больше, лучше и качественнее, чтобы жить. Оксаночка, я на месте, ты здесь, я сейчас попробую тебя добавить, и мы сегодня встречаемся еще с одним членом моей команды, это Оксана Карпачева, она живет на Мальте, это тоже замечательная девушка, у нее есть свои мечты, свои цели, и у нее есть свои амбиции. Оксаночек, привет! Да, привет, Оксана, как меня слышно? Отлично слышно, я надеюсь, что не будет звук пропадать, потому что мне кажется, что с Таней где-то чуть-чуть были какие-то перерывы, наверное, связаны с интернетом, да? Возможно, поближе прислала к интернету, нормально меня слышно, да, все хорошо? и смотри, пожалуйста, немного о себе, вот ты пришла в Инкрузис, немножко о себе, и вот какая цель, почему ты пришла в Инкрузис, что тебя вдохновило? Сначала бы я хотела сказать, тот, кто здесь присутствует, девчата, ребята, загадывайте желания, вы между двух Оксан, и это еще не все, именно сейчас, и именно в это время, Новолуния, именно по Москве, где-то в 12.30 Новолуния, так что загадывайте желания. Самые-самые, самые-самые. Да, да, Новолуния очень хорошо загадывать желания, и мечтать, и желать, и чем больше разжелаешься, тем больше произойдет. А сейчас немножко о себе. Меня зовут Оксана, и я из города Донецка, и как раз именно, когда начался кризис, я оттуда уехала. И сейчас живу на Мальте, уже около 4,5 года. У меня двое маленьких детей, два котика и три котика. Я мама в декрете, мне 35, я уже сказала. Почему я присоединилась в инкрузе? Сначала о круизах. Когда у меня не было детей, я очень много путешествовала, и я люблю путешествовать, это что-то другое. Первый раз я уехала из родного города в 16 лет, я поняла, мам, ты была не права. Я поняла, что больше я не хочу повторять сценарии своих родителей, что есть другие жизненные приоритеты, и что это возможно, что это реально, и так делают не только один-два человек, так делают миллиарды людей. Я очень люблю свою маму, но у меня своя жизнь, и я ее хочу прожить наиболее самым лучшим образом. И желаю это для всех. Я уехала в первый раз в Польшу, потом в другие страны, и очень много стран посетила в мире. Когда у меня появились дети, дети маленькие, это стало очень трудно. И мой муж, он не очень любит даже путешествовать, и первый год, когда я просила его путешествовать, у нас не получилось, второй раз, и так время шло, быт. И в прошлом году, что получилось, я понимаю, что многие думают, вот я сейчас заработаю денег, и вот начну путешествовать. А так не получается. Надо уделять этому время, надо уделять этому, деньги, энергию, надо этому уделять. Тогда ты поедешь в путешествие. И было очень по-доброму завидно, что и другие, начинается твой день рождения, начинается лето, начинается Новый год, и все в каникулы, и куда-то едут. А ты сидишь дома, и наблюдаешь, как другие там веселятся. Ну все, я не хочу быть такой. Ты или наблюдаешь за другими, или сам становишься героем. То есть надо разобраться, кто хозяин в твоей жизни, ты или другие. Я предпочитаю, что я хозяйка в своей жизни, и идти к этому. Поэтому я первый раз, хотя у нас очень, я вам сразу скажу, что если вы думаете, что здесь я там на Мальте, и что у нас очень богатая семья, или нет, нет, мой муж даже больше, он инвалид, и он не работает. И сказать о том, что мы там можем позволить себе там такое крутое путешествие, нет, этого нельзя так сказать. Но вот как, что произошло вот в прошлом году? Я постепенно так готовила мужа, и в прошлом году я все-таки подготовила о том, чтобы мы хотя бы на выход встретили, не дома, в другом месте. С большой скидкой, но это уже как бы мои секретики. И что произошло в этом году? В этом году он сам сказал, он помимо того, что сам сказал, что на Новый год и детям, и еще взял с собой всю семью. Ну вот я о чем говорю? Ему это как понравилось. Это не будет для меня, это не быстрый путь, у некоторых там, семья сразу поддерживает. У меня вот такой вот путь постепенный, можно так сказать. И я пришла, потому что понимаю, что на самом деле это шаг такой, каждый день, шаг или каждый месяц, потому что мы покупаем, мы откладываем себе на путешествия каждый месяц по 100 долларов. и это увеличивается, компания увеличивает нам счет. Это не то, что мы откладываем только себе, это вот такой как шаг на лестнице к твоей более лучшей жизни. И вот этот один шажок, второй, третий, вот смотрите, через пять месяцев у вас будет уже тысяча. То есть вы вложили 500, у вас будет тысяча и так далее. То есть этот счет растет. И вы уже сможете по-другому себе позволить себе такое путешествие. А когда вы позволите один раз такое путешествие, вы захотите вернуться в другую жизнь. Нет. Если вы один раз выпили чистую воду, чистую, вы захотите вернуться к грязной воде? Когда вы один раз горячей водой, вы знаете, что есть горячая вода. Когда вы приходите, и есть только холодная. Вам комфортно? Нет. Поэтому вот эти вот шаги, сначала надо идти, прокладывать пути к своему запилю. Этот бизнес, бизнес, да, я понимаю, что этот бизнес не для всех. Я понимаю, что это круизы тоже не для всех. Но это для тех людей, которые уже на основе, уже на фунтаменте. Которые уже понимают, что необходимо что-то развивать в себе, развивать, и идти к своим целям. Оксана, подскажи мне, пожалуйста, какие вопросы? Слушай, Оксана, ты знаешь, я вот себе только что записала твое выражение, оно меня, так, знаешь, задело. Надо прокладывать путь к своему изобилию. Вот то, что ты говоришь, каждый месяц мы откладываем, это как кирпичик, прокладываем путь к своему изобилию. И один раз, когда поедешь в круиз, уже оттуда, когда приезжаешь, ты приезжаешь действительно перерождённый. Я когда в декабре поехала в свой круиз первый, я, ты знаешь, я впервые в жизни купалась в этом изобилии. Это было настолько, это высший уровень отдыха. Это свобода, это уровень обслуживания, это познание других стран, это ощущение себя в этом всём. И это, знаешь, вот это уже невозможно, это забыть. И хочется снова, снова хочется, когда я захожу в эту базу нашу, я снова смотрю, я понимаю, что я готова взять любой круиз, даже вот так пальцем в небо, то, что называется. Потому что я знаю, что все круизные компании это высший уровень отдыха. И когда мы выбираем, например, мы единственное, что мы выбираем, поехать при Средиземном море или поехать в Японию, или поехать посмотреть фёрды норвежские, или поехать в Индию посмотреть. Ну, уже кто что хочет. А по большому счёту, любой круиз, это будет фантастика. И я в этом уверена. И не говорить об этой фантастике нашим знакомым невозможно. Скажи, пожалуйста, вот бизнес, как ты относишься к бизнесу, как ты видишь свой личный, своё развитие в бизнесе, насколько для тебя важно иметь собственный бизнес? Я больше задумывалась, Оксана, знаешь, вот для тех, кто здесь находится, и кто, возможно, планирует поехать работать за границей, потому что мы поднимали сегодня такую тему, да, и я думаю, что я ещё раз её озвучу. Поехали, думайте, что за границей, где-то там лучше. Ну, на самом деле это не так. Уже есть вы, уже есть интернет, это значит, что уже здесь вы можете сделать лучше. Где-то там лучше нет. Я перепробовала очень много работ в своей жизни, и вам придётся с очень многим столкнуться, то есть жильё, твоя еда, твоя виза, нет знакомых, там языка нет, ещё неизвестно, какая компания будет, ещё неизвестно, как будут платить, ещё будет кризис, сейчас, вот, допустим, кризис всех иностранцев с бизнеса, да, повыгоняли. Опять-таки, они приехали ни с чем, и ни с чем уехали, да, со слезами на глазах. Поэтому, для тех, кто ищет, что он куда-то поедет и там заработает, ну, вот, мой горький опыт, и вот, насколько я услышала среди знакомых, даже ты сегодня рассказывала, Оксана, да, для, вот, скажите, сколько в жизни вам надо опыта? Чтобы оно повторялось. Вот, такой опыт будет это в Украине, такой опыт будет и в другой стране. Здесь вы, ну, поработаете немножко, а тех денег даже, таки, будет тяжело, и вернётесь, и, ну, ни с чем, как мы рассказываем. У вас сейчас уже всё есть, то есть, минимальный риск, да, вообще нет риска, вход стоит 290, 295 долларов сейчас, и плюс эти же деньги вам на счёт на круиз. А что вам открывается? Уже офис есть, уже образование есть, уже всё, визитки, всё расписано, уже команда, наставники, всё, входи и делай, абсолютно всё делай. На самом деле, а если у вас другой, если вы сотрудник или другой офис, то сколько вам надо вложиться? Вот сейчас у мужа друг, да, вот он взял бар, допустим, ему головы ломают, он не знает, что делать, да, то есть аренда бара 2000, там, на 1000 или больше надо покупать там алкоголь, там, ещё там чего-то, плюс сотрудникам, плюс государству, плюс ещё там, ну вот, что, что, вот скажите, что мне остаётся, да, что мне остаётся? То есть, вот это, вот я понимаю, вот это вот риск, да, а вот, а вот этот вот, это не риск, то, что предлагает эта компания, все условия, да, ты ложишь деньги на свой счёт, у тебя всё готово, иди, иди, это нет, не разговаривай, просто рассказывай, мы занимаемся, по большому счёту, рекламой, мы просто рассказываем о возможностях инкрузис, о путешествиях и о том, что можно здесь создать свой бизнес на базе основной компании, и риска здесь, я вижу, что здесь присутствуют мужчины, и я вам хочу сказать, что это с точки зрения, да, мужской логики, ваша жена, она всё равно вас, да, вам скажет, поехали, поехали, поехали отдохнуть куда-то, и вот скажите, вам легче как сразу выложить там 5-6 тысяч, да, чтобы вы предоставили, чтобы жена была довольна, чтобы она вас больше не доставала хотя бы год, лучше свозите её в круиз, откладывайте по 100 долларов, свозите в круиз, и всё, расскажите потом другим, расскажите, оксана, расскажите другим, подключите 5 новых, и в следующий год в круиз поедете вообще бесплатно, да, и насколько, и ваша жена будет счастлива, ваши семейные отношения будут ещё крепче, у вас будет любовь, гармония, она будет вам и кушать, готовить, и всё с радостью, у меня сейчас муж заходит, попросила его с ребёнка, с детьми посетить, и он такой заходит, и тоже у него была встреча, там, не успевал, и он знает, что и мне надо сейчас на встречу, заходит, а я здесь, так она красилась, он так смотрит, он вообще не понимает, что со мной происходит, он говорит, да, сейчас будет встреча, у меня будет встреча, сейчас, он говорит, ты же дома будешь, да, такой же заволнуйся, я говорю, да, не волнуйся, я будто дома, такой загрузилась, то есть, он видит, что я, что я меняюсь, да, потому что раньше, как было, он говорит, ну, у нас, как обычный сценарий происходил, да, семейный, то есть, когда мы ищем себе партнёра, да, мы там такие красивые, ухаживаем, а когда всё, уже нашли там, роды, и вот это всё уже, ну, начинаем протираться, уже, да ладно, там, ну, уже там, не смотришь там за себя, ну, на себя, и он сейчас смотрит, так, и так ожил, и я смотрю, такое оживление в отношениях даже идёт, что его отношение меняется ко мне, и он видит, что я оживилась, и он мне говорит, Оксана, ну, почему ты перестала, у тебя столько таких красивых платьев, ну, почему ты перестала их надевать там, а я говорю, а ты что, меня в ресторан приглашаешь, а куда мне их одевать, к твоей бабушке, или к твоей тётке, к твоей тёте, пригласи меня в ресторан, пригласи меня куда-то, вот я одену, а для кого мне одевать, вот так вот, ну, он такой смотрит, ну, может быть, у нас просто русское такое мышление, да, мы там немножко для других людей, не просто не арабское, потому что арабские женщины не для мужа, да, а мы больше для всех себя показать. И он смотрит, я там начала, там, так даже дома, вроде бы и дома, я сначала присматривался, да, так, дома я или нет, вот, вроде бы дома, так, прекрасно, так, ну, ну, ладно, иначе так можно. Абхан, и вообще то, что ты сейчас сказала, это очень круто, то есть ты рассказала о самой такой фишке, да, что я строю свой бизнес, я нахожусь дома, при этом я улучшаюсь, я вдохновлена, мой муж видит, что тоже я вдохновлена, и от этого семейные отношения улучшаются. Это еще один плюс бизнеса инкрузис, которым ты сегодня занимаешься, и который улучшил даже отношения семейные, да? Да, всем мужчинам, которые здесь, я очень советую присоединяться, вы, вот есть такая фраза, если вы относитесь к своей женщине по-королевски, она будет к вам относиться как к королю. Вот вы видите, какие с ней подходы, если вы будете так ценить свою женщину, она будет в три тысячи вас раз больше вашей цени. Я запишу себе. Да, так что мужчины вам обязательно нужно, хотя бы для семьи, а еще и такие доходы, это прямая дорога в этот бизнес. Да, да, да. Вообще вдохновлена, я тоже очень вдохновлена теми, интернет тормозит страшно, я вдохновлена теми перспективами, которые для нас открыты. Остается единственное, что это в этом направлении развиваться, развивать, и строить свою команду, и находить единомышленников, и все вместе двигаться, каждый к своей цели, и вместе веселее. Вместе нам хорошо, нам очень хорошо. Спасибо, Оксанушка, спасибо большое, что ты вышла на, что ты такая красивая, сегодня вышла на прямой эфир. Твоему мужу привет от нас, от нашей команды, пускай не беспокоится, все хорошо, его жена в хорошем месте, в хорошем направлении движется, я вам желаю семейного благополучия, и те цели, те мечты, которые ты видишь для себя, для вашей семьи, пускай они исполняются, и жизнь налаживается еще лучше, еще более интересной, еще более разнообразной, и более обеспеченной. Потому что, когда есть и финансовый поток в семью, и отдых хорошего качества, это, в принципе, такие два составляющие, которые и дают нам ощущение, наверное, опоры, да, это есть опора счастливого, нельзя сказать, что это счастье, но это есть опора для счастья. Да, да, опять я вижу, что вот мужчины присоединились, еще раз, мужчины, хотите сделать свою женщину счастливой, вот вам бизнес, готовый, уже готовый, это для вас. А хотите семью, детей, детей счастливыми сделать, это для вас. Хотите доход иметь дополнительный, это для вас. Хотите машину иметь для вас, дом для вас, все для вас, все, вот как раз сейчас шанс это взять. Я еще хотела такой момент затронуть, как пенсию, да, у меня был такой вопрос о том, что, а как же я на пенсии, да, я сейчас смотрю некоторые, какая ситуация, да, у некоторых на пенсии, и вот какая ситуация может быть, вот я тоже завтра выхожу в эфир с женщиной, она из Иркутска, и она в 66 лет, вот она уже ездила в круиз, и поедет еще, планирует. Вот представьте, что вы будете делать, вот когда вы выйдете на круиз. Вот люди ездят в круиз и танцуют, а вы задумывались, что вы будете делать. Да, очень выгодно присоединиться к клубу, стать его частью, и даже круизы наполнить свою жизнь и видеть мир, это намного интереснее, чем обыкновенные пенсионеры проводят свое время, да. Да, да. Спасибо, Оксанчик. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое за те темы, которые, за вдохновение для наших мужчин, все мужчины, которые сегодня будут слушать, будут чувствовать себя королями, и которые хотят сделать счастливыми своих королев. Да, всем до встречи, завтра снова будут самые лучшие гости. Оксана пригласит из нашей команды, которая расскажет, насколько выгодно быть в этом бизнесе, насколько классно, какие доходы можно здесь получать, какие деньги, куда можно поехать, все здесь можно узнать. Присоединяйтесь, спрашивайте, пишите Оксане, пишите мне, пишите всем, кто здесь выступает, интересуйтесь, мы с вами. Мы с вами. Ответим на все вопросы. Да, Оксанушка, и сегодня в этой же комнате, в 21.00 по Киеву, будет проходить презентация, приходите, пожалуйста, мы поговорим о всех возможностях, которые дает наш круизный клуб. Пишите, пишите, пишите этой девушке, спрашивайте у нее, присоединяйтесь к ней, и она с удовольствием с вами будет осуществлять все совместные планы и все цели, и все мечты осуществлять, поэтому присоединяйтесь, и будем вместе и на корабли, и бизнес, и бизнес финансовый, международного уровня, потому что сегодня интернет, это нет границ, да, интернет нет границ. Я в Украине, Оксана, на Мальте, мы благополучно общаемся и развиваем бизнес в интернете, поэтому, кстати говоря, у нас сейчас запущена программа для новичков, тех, кто еще не разбирается, как можно свой строить бизнес через интернет, как раз присоединяйтесь, и будете, как раз подключитесь в эту программу, и будете изучать все методы, и фишки, и всякие инструменты для развития бизнеса в интернете. Это еще одно преимущество. Да, сегодня во сколько, Оксана, выступает Ольга? Ольга сегодня по Киеву выступает у нас в 18.30. В 18.30 будет очень важная встреча. Оксана, расскажи немножко, что будет на этой встрече. Да, Ольга Родниченко – это первая на русскоязычном, пространстве, бывший советский союзно-русскоязычном пространстве, женщина, которая пришла в наш круизный клуб, когда еще сайт был просто на одном английском языке, и они вдвоем с Ириной Аронец вместе разбирали, Ириной Аронец вместе разбирали все преимущества круизного клуба, и вместе плечо к плечу начинали и переводили сайт на русский язык, и на сегодняшний день это самая успешная леди в нашем круизном клубе. Ее в Лас-Вегасе в декабре месяце на большом международном форуме поздравляли… ой, как он назывался, про… что-то вылетело с головы… где собирается один раз в год все бизнесмены сетевого маркетинга, и ее поздравляли как члена клуба миллионеров, то есть эта женщина за четыре года сделала свою жизнь успешной. Гоу-про, точно, точно, Гоу-про, Люба, точно. Вот, и, конечно, изменить так круто жизнь своей семьи и своей семьи, и будущего своей семьи, и своего рода, это, конечно, в руках самых сильных. Поэтому, если у вас есть… Да, спасибо, Виктория, спасибо, Любочка. Если у вас есть такие мечты, вы тоже можете… Если у вас есть такое желание, чтобы ваше поколение о вас вспоминало, как о родоначальнике совершенно другого стиля жизни, уровня жизни, если вы хотите им стать, то у вас есть эта возможность, потому что инкрузис – это туристическое направление, которое дает очень большие прибыли, и если мы с вами станем частью этого процесса, то мы к себе потянем вот эти ниточки финансового потока. Я вам желаю, чтобы вы организовали для себя ниточки финансового потока в нашем всеобщем туристическом отдыхе. по всему миру, потому что круизы – это больше 400 лайнеров по всему миру, и они соединяют многие-многие страны, многие-многие, весь мир соединяют. Поэтому присоединяйтесь, и нам будем путешествовать по всему миру. Да, и надеюсь, что все загадать желание успели. Успели загадать желание между двумя Оксанами и в день на Луне. Да, еще знаешь, что интересно, что Ксения, ну вот Оксана идет от Ксении, а это в переводе называется путешествие. Да! Гостеприимная, она переводится как гостеприимная, да, гостеприимная, и все идет от корня гостя, да. Так что последний шанс загадать желание. Последний шанс. Загадывайте желание, загадывайте желание. Итак, друзья, спасибо, Оксанушка, за нашу встречу, спасибо за то, что ты поделилась, и вот за короля и королеву мне очень понравилось. Хочу чувствовать себя королевой, спасибо тебе за это. И тебе удачи в построении твоей команды, в построении твоего бизнеса, и тебе наметить свой самый лучший первый круиз. Я знаю, что он будет фантастичным, потому что, во-первых, когда он первый, он будет самым фантастичным, и я тебе желаю как можно быстрее в него отправиться, но после, вот сейчас пройдут, когда вот эти, кстати, сегодня пришло сообщение, мы никак не можем закончить, сегодня пришло сообщение, мы обречены быть королевами в клубе путешественников, да, да, да. Не мы, а мы. Мы, 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 да, да. Мы все. Сегодня пришло сообщение от Майкла, что, значит, нам на электронную почту, что очевидно, что есть предположение, что сейчас будут очень интересные предложения от круизных линий, ну, что там будет, неизвестно, поэтому собирайте круизные доллары, готовьтесь, и скоро мы уже будем планировать покупать свои круизы и отправляться в ней. Да. Всем счастливо, всем даже новых встреч, завтра в такое же время будут еще также предложения команды, да, кто завтра будет. Завтра у нас будет Люба и Юля, Люба и Юля, Люба из Германии, Юля, счется у нас в Польше, и у нас будет тоже замечательная встреча, поэтому приходите завтра в 12 часов по Киеву в эту же комнату, и вы будете знакомиться со следующими двумя девушками, очень хорошими, очень зажигательными, очень позитивными, у нас команда супер. Да, всем счастливо, всем удачи. Счастливо всем. Все, пока-пока, всем отличного дня. Мечты сбываются, у кого они есть. Друзья, до следующей встречи, завтра в 12 часов в этой же комнате. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok